Внимание! В данном видео могут присутствовать много мата и неуместные шутки. Автор полный идиот. 16+. Салат молекула, моя держава. Сегодня к вашим глазам предстал один японский шедевр под названием Неравтомата. Ну не знаю как вы, но я еще сильнее убедился, что японцы не с этой планеты. Ладно, не будем терять время. Действие в игре происходит в 12-тысячном году, но в 5-тысячном человечество переезжает на Луну и на грани вымирания, так как их вытесняют инопланетяне, которые приехали и понастроили роботов. И для того, чтобы вернуться на родную землю и снова зажить как прежде, человечество создает отряд Йорха, который состоит из человекоподобных андроидов, и должен вытеснить инопланетян и другую вредную живность, путем секретной техники а-ля пиздюля. И наши главные герои как раз и есть эти андроиды. Ну а теперь к ним. Туби. Девушка-андроид, за которую нам и придется играть. Она владеет мечом для ближнего боя, а также оснащена системой ПОД для дальних атак. Члены Йорха не используют имен, а именуют друг друга только кодами. Она очень умело обращается с клинками и техникой ведения боя. Найнес. Паренек, который имеет способность а-ля Яумамы Хацкер. И взламывает, что попало, так как таким методом он может добывать информацию. Также у него присутствует клинок для обороны, но эта зубочистка не так эффективна, как режим Хацкера. А-2. Это больше неиспользуемый прототип Йорха. Она специализируется на рукопашной атаке. Так же, как и Туби, имеет два клинка, но в отличие от нее, имеет режим Берсерка, который дает силу, но также забирает жизненную энергию. Это персонажи, за которых мы будем играть в течение всей игры. А также тона других персонажей, которые мы встречаем по пути прохождения. Но к ним вернемся по пути нашего рассказа. Итак, сюжет вообще яростно начинается. Туби вместе со своим отрядом отправляется на фабрику, чтобы уничтожить машину класса Голиаф. Но по пути, кроме Туби, никто так и не смог выжить. Во время перепалки с этой громилой на помощь ей приходит Найнес. И вместе кое-как они уничтожают одного Голиафа. Но после появляется еще три, и наши герои используют черные ящики для самоуничтожения. Сюжет только начался, а я уже ухуевал во время первого прохождения. Так вот, после этой битвы мы очухиваемся на главной станции, восстанавливаем настройки яркости и идем к командиру. За очень увлекательным диалогом мы понимаем, что тут делать нехер. И отправляемся на землю, к отряду сопротивления, состоящим из андроидов. Есть очень интересные персонажи, которые припиздануты, а некоторые с тайной нескольких тысячелетий, так сказать. Кстати, игра нам дает понять, что мы тут нахер никому не нужны, и даже не дает нам автосохранения, что и говорит сама игра. А это означает, если ты такой же рукожоп, как я, то придется искать свое тело очень много раз. Но в принципе, сохранения в игре есть, но используются в виде памяти андроида. Мы находим специальный бокс, который записывает все данные, которые смог собрать персонаж, и сохраняет их. После смерти все данные, которые были сохранены неведанным способом, загружаются в новое тело. Но есть пару косяков. На месте смерти можно найти свой труп и забрать свои очки опыта, но если ты сдохнешь по пути к этому телу, то оно исчезнет вместе с опытом. Если ты сохранился на 20 уровне персонажа, а умер на 30 и проебал свое тело, то начинай сначала качать своего ручного андроида. Так, что-то я отклонился от темы. Далее по сюжету. Би и Найнесс отправляются в пустыню, где столкнулись сорги роботов, которые после нихуевой такой вечеринки трансформируются в одну единую кучу малу и выплевывают тело, очень похоже на андроида. Но наши герои не из робкого десятка и без разговоров решили запиздить пацанчика, ибо тот попал не в тот район. После гибели этого паренька из него вылазит еще один, и берет тело своего собрата, и съебывает в освоясь. В дальнейшем мы узнаем то, что их имена Адам и Ева. После этого наш дуэт направляется в парк развлечений, где мы впервые встречаем нейтральных роботов. Далее мы идем в замок и даем опиздюлену сумасшедшей девке, которая была влюблена, но отвергнута. Но она решила модифицировать себя, но знаете как? Она поглощала своих собратов. И видим, что роботы счастливы, что их наконец-то освободили, и перед нами появляется парящая ебала с флагом, говорящий о том, что он из мирной деревни, и просит идти за ним. Далее, спустя небольшое путешествие, мы попадаем в деревню Паскаля, где все роботы заебались воевать и решили стать мирными. Как оказалось, между ними и отрядом сопротивления заключен мир, также они обмениваются важными ресурсами между собой. Также в деревне много интересных персонажей, особенно запоминающийся, это робот-философ, которого хотели почти все бабы в деревне, но хуй пойми, чего он сам хочет. Два андроида, которые свалили из сопротивления, и девочка-робот-переросток, после прохождения квеста, которого можно получить няшный банд. По крайней мере, это те персонажи, которые мне запомнились больше всего. После того, как мы насиделись в деревне и думаем свалить в какое-нибудь интересное местечко, происходит огромный взрыв, в ходе которого мы узнаем, что машина класса Голиаф решила нас навестить и спросить, какого хуя мы ливнули с той катки. Но, как известно, он не главный герой и получает неплохую оплеуху. После эффектной битвы мы залазим в развалины и находим тот самый корабль пришельцев. Но, к нашему удивлению, они уже несколько лет... Ну как лет? Несколько веков косплеят динозавров, ибо вымерли. И появляются два братца, а-ля присоединитесь к нам, и вместе мы изучим человечишек. После косплея на Mortal Kombat братья решили все-таки свалить, а Туби и Найнес возвращаются обратно. После побега Адама и Евы Туби и Найнес возвращаются в бункер, дабы рассказать ситуацию на Земле. И так же, что инопланетяне, слитые много веков назад. Приказ был прост. Получить разведанные о машинах, которые основали свое королевство в лесу. При прогулке по королевству мы встречаем довольно агрессивных роботов, которые норовят давать нам по шапке. Но мы люди тоже не робкие и отвечаем им тем же. Зайдя в комнату короля, врывается А2, который убивает, внимание, младенца короля, и сваливается словами, что агентство предало ее, и скрывается в солнечных лучах. По просьбе командующего отряда сопротивления нас отправляют в затопленный город для защиты авианосца армии андроида. Но, увы, появилась маленькая проблема в виде гигантской робота-рыбины. И как всех до нее, отправляем ее обратно на дно. Но при взрыве врага нашего дружка откидывают взрывом, и мы идем по его следам, попутно спасая андроида. Туби находит белый город человечества, воссозданный Евой, который укрывает у себя подбитого на НС. Решая познать смерть, он провоцирует, чтобы Туби его убила. А так как он отключился от главной сети, его восстановление не предвещает доступным. После этой вечеринки его брат Адам узнает об этом, и озлобившийся на весь мир, он решает дать пизды нашим героям. Но перед этим запускает вирус, из-за которого роботы превращаются в ходячих мертвецов и начинают охоту на андроидов. Но также они не отказываются перекусить своим собратом. Так как Адама и Ева были главной сетью этих роботов, из-за этого им не составляло труда просто управлять ими. Мы решаем отпиздить Адама за его нечестную игру, и он трансформируется в огромную ебанину. Но увы, он не смог с нами справиться, даже пуская огромные фризы на мой ПК. Мы протыкаем его заточкой и отправляем вас в Аясе. После уничтожения Адама и Евы, Йорха решила сделать решающий шаг и отправить все силы на остальных машин. И с этого начинается полноценное третье прохождение. Нет, вы не ослышались, игра проходится с третьего раза. В этом весь сок этого мира. В классическом первом прохождении мы переживаем жизнь за 2B. Играя второй раз, мы уже проходим весь тот же самый сюжет, но уже от лица на NS. Но скажу две вещи, а именно, при повторном прохождении весь уровень прогресса сохраняется. А самое главное, мы получаем все более повествование в сюжет, и это действительно затягивает. Ибо играя за маминого хацкера, можно раскрыть многие тайны и секреты, что мы и будем делать в игре за 9S. В третьем прохождении мы параллельно играем за 9S и А2, постепенно. А дальше неожиданная развязка. Я не скажу, ибо это сильный спойлер, после которого у меня реально снесло крышу. Что я могу сказать об этой игре? Да, она не идеальна. Да, мир почти пустой. Очень много гринда, без которого игру нормально не пройти. Ибо мне пришлось гриндить около 20 часов, чтобы апнуть максимальный левел. И уже не париться насчет сложности прохождения, так как я играл на сложном режиме игры. Есть много моментов, которые бросают мурашки. Это поведение роботов, особенно тех, кто не хочет биться и чувствует боль и страх. Поступки некоторых андроидов, но больше всего после прохождения игры в дрожь бросает музыкальное сопровождение. Оно очень классное. Под каждую локацию, битву, момент, играет своя композиция. И каждая по-своему прекрасна. Просто послушайте композицию для парка развлечений. Что это? Вау, это странно. Давайте счастливы. С вместе. С вместе. С вместе. С вместе. Или деревья поспал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Я рассказал сюжет очень сокращенно, как только смог. Я убрал очень много ключевых моментов, которые влияют и имеют место быть. Они одновременно интересны, но также и по-своему жуткие. Но есть и смешное, такое как съесть макрель и умереть из-за этого, но также получить новую концовочку. Или узнать, что же на самом деле стало с человечеством. Ну, или также припизданутый робот-торговец, который раньше был человеком, и узнать, откуда на самом деле взялись роботы. Забыл сказать, в игре несколько концовок. Нет не две, нет не три, даже не пять. Их, сука, 26. Главных концовок всего 3-4, но игра не линейна, можете пробовать всякие действия. Игра может поломать мозг своими неожиданными поворотами и событиями, но от этого игра только улучшается. Огромный минус, как по мне, это то, что здесь спутаны миссии, ибо ты можешь прийти по марке, а на него нужно прийти только во втором прохождении. Также невидимые стены, которые не очень вживаются в краску локации, ибо порой просто непонятно, можно там пройти или нет. Больше всего я это заметил в лесу. А вот к плюсам можно отнести мелкие детали взаимодействия с игровой локацией. Например, можно спокойно забраться по деревянному стеблю на крышу здания, ну или также застопиться об куст. Можно сесть на кабана и помчать. Также важно отметить, что во время битв с боссами все разрушения остаются до конца игры. Вот что я заметил именно для себя, пускай локация огромная, но запоминается она довольно-таки быстро. Если взять и изучить боевку, то можно использовать комбо настолько умело, что даже не дать противнику и шансы. Игра вышла в 2017 году, и изначально эксклюзивом на консоли Sony PS4, и через некоторое время она была портирована на ПК. Не знаю, как играется на клавиатуре, но при игре на геймпаде играется очень удобно, так как я не люблю в играх с открытым миром и быстрой боевкой использовать клавиатуру и мышь. Но что самое интересное, игра на моем ведре потянула, и очень хорошо. Да, были моменты, когда мой спарго просто не вывозил игру, но эти моменты построены так, чтобы не словить слайд-шоу, игра просто немного притормаживается, и ты играешь будто в режиме слоу-мо. И то недолго, пока карта подгружается. После игра спокойно работает дальше. Да, был момент, когда мой ком просто не смог вывести игру, а точнее, когда мы боремся с Адамом, а у него срабатывает фаза трансформирования, и все осколки роботов совмещаются, то я ловил неплохое такое слайд-шоу. Но после победы все вернулось на свои места, даже игра немного ускорилась. О графике ничего не могу сказать, ибо я играл на минимально средних, но мне она зашла, думаю, это как соли перец, в смысле по вкусу. Игры просто огромная история и лор, чисто из-за этого игра не надоедает. Очень много персонажей, история которых порой очень сильно удивляет, и хочется раскрыть историю этих персонажей еще больше. Если ты любитель собирать коллекцию из оружия, то эта игра определенно для тебя. Ты можешь найти малые мечи или большие, есть боевые перчатки и копья, прокачай их по максимуму и просто ломай лица направо и налево. Украй своего любимца красивым костюмом или украшения наподобие банта, маской или очками. Купи чипы, прокачай персонажа и сделай так, чтобы при ударе или просто при простое персонаж получал баф. Сделай его непобедимым. Огромный ассортимент врагов, от летающих до злоебучих, виляющих и стреляющих. Игра может превратиться из 3D в 2D платформер, или в платформер, как в игре Galaxy. После прохождения игры сюда хочется вернуться опять, чтобы полностью исследовать мир и изучить его. Ведь честно говоря, в один ролик не получится вместить все эмоции после прохождения. Пускай не все ее примут, но она останется в моем сердце. И если спросят, можно ли в нее играть, а я скажу нужно, если ты любишь жесткую, но красивую историю. А это был мой недообзор по Нироавтомата. Спасибо за просмотр, всем пока и не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok